Телеканал «Север» начинает новый проект «Человек труда». В его рамках мы будем рассказывать о людях самых разных профессий, скромных тружениках, чьими усилиями создается экономическая основа нашего края. Сегодня мой коллега Андрей Чуклин расскажет вам о человеке труда Маргарите Речковой, которая не один десяток лет трудится на животноводческом комплексе Наринмара. В России всегда уважали и ценили человека труда, профессионала, мастера своего дела. И неважно, в какой отрасли хозяйства он добивается хороших результатов. Главное – добросовестное отношение к делу и самоотдача. И недаром в Советском Союзе, и теперь в Российской Федерации существуют почетные звания «Герой труда» и «Ветеран труда». Без малого 30 лет работая дояркой ветеран труда НАО Маргарита Рычкова. Свой трудовой путь она начинала еще на ферме деревни Макарова, где работала ее мама. В настоящее время место ее работы – животноводческий комплекс «Агропрома». И хотя процесс дойки коров теперь автоматизирован, забот у доярки много. Коров надо кормить. Во-первых, сено раздавать, корма. Убирать. Надо чистить коров. Доить. Рабочий день тружеников фермы начинается с 5 часов утра, а заканчивается в 8 вечера. И даже то, что работа идет в две смены, для так называемых перекуров времени практически не остается. Ведь под началом одной доярки более 50 коров. И к каждой надо найти индивидуальный подход. Конечно, у каждой свой характер. Есть и пласковые коровы, есть где и лягнуть, может. Животным надо подход иметь. Надо у нас сколько тут людей приходило, поработают маленько, уходят, потому что они могут работать, это не их. Тут тоже уже надо любовь к животным, что если уж так, так оно лучше не работать. А работать на совесть – это делать то, что положено, не обращая внимания на постоянный специфический запах фермы, ни на тяжелый физический труд, ни на совсем комфортные условия. И Маргарита Сергеевна любит свое дело, своих подопечных. Знает их по именам и что можно ожидать от каждой. Это лежащие, ну вот это сэнта у нас стоит, доит очень хорошо, птицка тоже доит хорошо, корова. Тут кортия стоит, вот эти все они, удойные коровы. Это у нас молодые, только первотелки отелились, шуговка стоят, только вот первые шуговки. Видите, удой коровы тут записанный. Вот она вот со вторым отелом выделила 5,855. По твердому убеждению Маргариты Сергеевны нельзя приходить на работу с плохим настроением, ибо коровы хорошо чувствуют твое состояние и, соответственно, реагируют на все. И только от взаимопонимания человека и животного зависит, каков будет окончательный результат в виде молочного продукта на столе северян. А он должен быть качественным. И ветеран труда Маргарита Рычкова отлично это понимает. Андрей Чуклин, Роман Телемарский, Телеканал Север.